В исламе, если мусульманин или мусульманка сделали прелюбодеяние, то их наказывают палками и на год выдворяют из местности. Ну, как я читал. Поправьте меня, если я где-то ошибся. Так вот, какое наказание для обоих, если одна из сторон не является мусульманином или мусульманкой? Бисмиллах, альхамду лиллах, вассалату вассаламу аля расулиллах. Наказание мусульманин не меняется. Если он зина сделал с мусульманкой или с кафершей, а разницы нету, его наказывают. Если он женатый человек, вот женщины, мужчины, разницы нету, их забывают камнями. А если неженатый человек, бьют сто палок и выселяют из города или местности, где он живет, на год. Да, изгнание из города или села, в которой он живет, на год изгнают из села. А немусульмане, конечно, им тоже запрещают в исламском государстве, если они живут, открыто делают харамные, то, что запретны в исламе, им в своем доме, например, если выпивают, в своем доме выпивают они вино, в своем доме кушают. А так открыто продают, открыто выявляют, это запрещают даже кафирам в мусульманском государстве. И также, если при пророке случилась ситуация, евреи обратились к пророку, чтобы он судил за деяние. И пророк Саалам сделал им ту же хокму, ту же хокму, то, что делается для мусульман. И этот пророк Саалам доказал, что эту хокму, такой же хокму была их тавратой, на Торе тоже такой же хокму была. Их ученые изменили этот хокму. Это решение, сарятские решения, по Торе, которые были, они изменили. Они ждали, начали позорить, посадить обратно на Ишаке, чтобы и по селам, по городу ее крутить, чтобы человек сделал зина. То есть таким образом позорить? Таким образом, почему? Потому что, когда более авторитетные люди зина делали, их оставляли, они. А простой человек, когда зина делал, их забивали, камняли, были палками, чтобы общий для всех, однако, чтобы хокму было, они заменили этот шариатский закон. Пророк Саалам Даджим сказал, прочитайте в вашем таврате, что написано. Они руку поставили сверху, снизу прочитали этот. Это место, где этот был хокму, шариатский, который хокму было, что надо камнями забивать, это они хокму закрыли. Пророк Саалам сказал, убери руку и читай оттуда тоже. Хотя Пророк Саалам сам не умеет ни читать, ни писать. Один из чудес нашего Пророка Саалам, он не умел ни писать, ни читать. Потому что, если он умел писать и читать, люди сказали бы, сейчас, которые ищут ошибки нашего Пророка Саалам, сказали бы, он научился этот Коран у каких-то евреев, у иудеев или же христиан. Да, сам придумал, он не умеет читать и писать. Аллах Саалам не спасал его. Это один из чудес, что читать и писать не умеющий человек, принес такой Коран, который не могли. Самые грамотные люди мира составит. И также Пророк Саалам наказал этого иудея по закону шариата. Открыто грешит. Хоть будут даже христиане, мусульмане, среди мусульман тоже запрещают в исламе. Аллаху Алям.